Привет! Сегодня разберем, чем отличается пароизоляция от гидроветрозащитной мембраны, которую применяют в фасадных системах. Постараюсь этим видео разрешить всю путаницу, которая возникла вокруг этих материалов. Приятного просмотра! Изначально пароизоляция и гидроветрозащитная мембрана – это разные материалы, которые служат для разного предназначения. То есть гидроветрозащитная мембрана устанавливается снаружи здания, и, как из названия уже понятно, она должна защитить утеплитель и стены от влаги, которая у нас будет на улице, и от ветра. То есть небольшое количество воздуха она все равно пропускает, как мы уже проводили опыты. А пароизоляция устанавливается внутри помещения и должна защитить от излишек пара, которые образовываются в результате жизнедеятельности человека. От конденсата, который образовывается в результате перепада температур. И перепутать эти материалы – это будет катастрофической ошибкой. Как устроен фасадный пирог? Покажу вам на примере вот этого стенда и нарисую на доске, чтобы было более понятно. То есть, если это дом по каркасной технологии, то внутри помещения у нас устанавливается пароизоляция. Кстати, перепутать сторону установки пароизоляции – это тоже одна из распространенных ошибок, которой у нас посвящено отдельное видео. Далее идет каркас с утеплителем. И уже на каркас с утеплителем устанавливается гидроветрозащитная мембрана. Как будет устроен пирог, если это будет брусовой дом? То есть, здесь у нас помещение, у нас идет слой пароизоляции. Далее у нас идет перекрытие, ну, будь то брусовая, стена, газобетон или какой-то другой материал. Здесь у нас будет утеплитель. И поверх утеплителя уже будет устанавливаться гидроветрозащитная мембрана. Пароизоляция – это так, что внутри здания должна быть паронепроницаемой. Весь конденсат от перепада температур, влага, которая образовывается в результате жизнедеятельности человека, должна удерживаться в этом паробарьере. Потому что, проникая в стены и утеплитель, пар конденсируется, а вода обладает высокой теплопроводностью, соответственно, и в доме будет становиться холоднее. Плюс ко всему, влага в ваших стенах начинает замерзать в зимний период времени, а замерзание воды ведет к ее расширению. И, как вы понимаете, внутри стены ни к чему хорошему это привести не может. Куда будет деваться влага, которая не может выйти из дома? Так как мы установили паробарьер. Тут важно обеспечить хорошую вентиляцию в доме. Плюс ко всему, пароизоляция пропускает небольшое количество пара, которая может спокойно проходить через стены и утеплитель, не нанося никакого вреда конструкции, и спокойно выветриваться снаружи помещения. Гидроветрозащитная мембрана, она, как я уже говорил, устанавливается поверх утеплителя, должна обладать такими свойствами, то есть не пропускать воду, пропускать небольшое количество ветра. И важный момент, она должна быть паропроницаемой. То есть излишки пара, которые у вас будут выходить из дома, как они будут выходить, если мы установили пароизоляцию, спросите вы. Опять же вернемся к тому, что пароизоляция пропускает небольшое количество пара. 100% герметично установить пароизоляцию у вас не получится. И все-таки небольшое количество влаги будет образовываться в ваших стенах. Поэтому вот эта мембрана, она должна выпускать пар, а не закупоривать его в конструкции. С помощью вентзазора у вас будет выветриваться вся влага, которая проходит через гидроветрозащитную мембрану. Главное обеспечить приток воздуха для вентзазора и его отток. Про монтаж пароизоляции гидроветрозащитной мембраны в скором времени выйдут выпуски. Поэтому подпишитесь на канал, чтобы не пропустить. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Я стараюсь сделать выжимку в своих роликах только из полезной информации, чтобы зрителю не приходилось тратить по 30 минут своего времени, чтобы разобраться в довольно простых вопросах. Но если какие-то вопросы у вас все равно возникают, то не стесняйтесь, писайте в комментариях. Я с радостью общаюсь со своими подписчиками. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok